Даниил, глава седьмая. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, да коли не вырваны были у него крылья, он поднят был от земли и встал на ноги как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так, встань, ешь, мяса много. Затем видел я вот еще зверь, как барс, на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После всего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, а остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие и уста, говорящие высокомерно. «Видел я наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхие днями, и одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огненное, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. «Видел я тогда, что за изречением высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню, и у прочих зверей отнята власть, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. «И видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не предет, и царство его не разрушится. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня». Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. «Эти большие звери, которых четыре, означает, что четыре царя восстанут от земли, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во век и во веки веков». Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, зубами железными и когтями медными пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. «Доколе не пришел ветхие днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал. Звер четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которые будут пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи, и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Здесь конец слова. «Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне. Но слово я сохранил в сердце моем». Даниил, глава восьмая. В третий год царства Невалтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел я, был в Сузах, в престольном городе, в области Еламской. И видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки. У него два рога, и рога высокие. Но один выше другого, и выше поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу, и к северу, и к югу. Никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот за подошел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он подошел, пошел на того воина, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него из сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, растверепел на него и поразил овна, и словил у него оба рога, и недоставало силы у овну устоять против него. И он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и незрил на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругана было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыни и воинство будут попираемы. И сказал мне, «На две тысячи триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится». И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот встал предо мной как облик мужа. И услышал я от средины улая голос человеческий, который возвал и сказал, «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне, зная, Сын человеческий, что видение относится к концу времени. И когда он говорил со мною, я без чувства лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое. И сказал, «Вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел Косматы царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломался, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззакония своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя не его силою. И он будет производить удивительное опустошение, и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых. И при уме его и коварстве будет иметь успех в руке его. И сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказана истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его. Даниил, глава 9. В первый год Дария, сына Ассуирова из рода Медейского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне Керемии Пророку, что семьдесят лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил ей лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением, в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, Молю Тебя, Господи Божий, великий и дивный, хранящий заветы, милость, любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. И не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей. У каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их. С каким они отступили от Тебя? Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали глаза Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать глаза Твоего. И зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали глаза Его. И ныне Господи Божий наш, изведший народ Твоей из земли египетской рукой и сильную, и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалимы народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моления Его, и возри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое, и услыши, открой очи Твои, и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, неумедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, исповедовал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою перед Господом Богом моим о святой горе Бога моего, Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, говорил со мной и сказал, Даниил, Теперь я и шел, чтобы научить Тебя разумению. В начале моления Твоего вышло слово, и я пришел возвестить его Тебе, ибо Ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. Семьдесят седьмин определенный для народа Твоего и святого города Твоего, что упокрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и что уприведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление восстановления Иерусалима до Христа Владыки, семь седьмин, и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении шестьдесят двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец всего будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Даниила, глава десятая. Как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего щи случайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глаз слов его, и как только услышал глаз слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука, и поставила меня на колени мои и на длани рук моих, и сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. И теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена. Так как видение относится к отдаленным дням, когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и открыл уста мои, стал говорить, и сказал стоящему передо мною, Господин мой, От этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим, ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал, не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал, говори, господин мой, ибо ты укрепил меня. И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот, придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Данил, глава 11. Итак, я с первого года Дария Медианина стал ему подпорой и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владышествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным. И не к его потомкам перейдет, и не с тою властью, с какой он владышествовал. Ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его и будет владышествовать, и велико будет владышество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильное отношение между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и роды ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корней ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного, и будет действовать в них и усилится. Даже и богов их, и стукана их, с драгоценными сосудами их, с серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его, и соберут многочисленные войска, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь и выступит сразиться с ним с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его, и ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он не изложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, устроит вал, а владеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга. Ни отборное войско его не достанет силы противостоять, и кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним. И на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведное с ним, и совершит это. И дочь жены отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими. Но некий вождь прекратит нанесенный им позор, и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет, и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы. Но и он после немногих дней погибнет, и нет возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей. Но он придет без шума и лестью овладеет царством. И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замысла свои, но только до времени. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного. И Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний. Ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом, и возвратится и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая сквернит святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость в запустение. Поступающих нечестиво против Завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать, отмечая огня от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени. Ибо есть еще время до срока, и будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества. И о боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев. Ибо что предопределенно, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но богу крепости на место его будет он воздавать честь. И этого бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом, серебром и дорогими камнями, и разными драгоценностями. И устроит твердую крепость с чужим богом, который признает его, тем увеличит почести, и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь Южный, и царь Северный устремится, как буря на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их, и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только едом Моавы и большая часть новомоновых. И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта. Левицы и феопляне последуют за ним. Но слухи с востока и с севера стревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою, преславного святилища. Но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Даниил, глава 12. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. И ты, Даниил, сокрой слова сии, и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие просчитают ее, и умножатся ведения. Тогда я, Даниил, посмотрел. И вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, «Когда будет конец этих чудных происшествий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенному низложению силы народа святого, все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал, «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Несчестивые же будут поступать несчестиво, и не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней, а ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Даниила, глава 13. В Вавилоне жил муж по имени Яким, и взял он жену по имени Сусанну, дочь Хелке, очень красивую и богобоязненную. Родители были праведны и научили дочь свою закону Моисееву. Яким был очень богат, и был у него сад, близ дома его. И сходились к нему иудеи, потому что он был почетнейший из всех. И были поставлены два старца из народа судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин судей, которые казались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме Якима, и к ним приходили все имевшие спорные дела. Когда народ уходил около полудня, Сусанна входила в сад своего мужа для прогулки. И видели ее оба старейшины всякий день приходящие и прогуливающиеся. И в них родилась похоть к ней. И извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Оба они были уязвлены похотью к нею, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею. И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг с другом, «Пойдем домой», потому что час обеда, и выйдя расходили друг от друга, и, возвратившись, приходили на то же самое место, и когда допытывались друг у друга о причине того, признались в похоти своей. И тогда вместе назначили время, когда могли бы найти ее одну. И было, когда они выжидали удобного дня. Сусанна вошла, как вчера и третьего дня, с двумя только служанками, и захотела мыться в саду, потому что было жарко. И не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили ее. И сказала она служанкам, «Принесите мне масло и мыло, и заприте двери сада, чтобы мне помыться». Они так и сделали, как она сказала, заперли двери сада и вышли боковыми дверями, чтобы принести, что приказано было им. И не видали старейшин, потому что они спрятались. И вот, когда служанки вышли, встали оба старейшины и прибежали к ней и сказали, «Вот, двери сада заперты, и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих». Тогда застонала Сусанна и сказала, «Тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить перед Господом». И закричала Сусанна громким голосом. Закричали также и оба старейшины против нее. И один побежал, отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с нею. И когда старейшины сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были пристыжены, потому что никогда ничего такого о Сусане говорено не было. И было на другой день, когда собрался на родке Акиму мужа ее, пришли и оба старейшины, полные беззаконного умысла против Сусанны, чтобы предать ее смерти. И сказали они перед народом, «Пошлите за Сусанной, дочерью Хелкия, женой Акима». И послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее. Сусанна была очень красива, нежна и красиво лицом. Эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотой ее. Родственники же и все, которые смотрели на нее, плакали. А оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа. И сказали старейшины, «Когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя служанками, и затворила двери сада и отослала служанок. И пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с нею. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали на них, и увидели их совокупляющимися. И того не могли удержать, потому что был он сильнее нас, и отворив двери, выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали, кто был этот юноша. Но она не хотела объявить нам. Об этом мы свидетельствуем. И поверила им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудили ее на смерть. Возопила Сусанна громким голосом и сказала, «Боже вечный, ведущий сокровенно и знающий все прежде бытия его, ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня». И услышал Господь голос ее. И когда она введена была на смерть, возбудил Бог Святой Дух молодого юноши по имени Даниила. И он закричал громким голосом, «Чисть я от крови ее!» Тогда обратился к нему весь народ и сказал, «Что это за слово, которое ты сказал?» Тогда он, встав посреди них, сказал, «Так ли вы, неразумные сыны Израиля, что не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля, возвратите суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали». И тотчас весь народ возвратился и сказал ему старейшина, «Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство». И сказал им Даниил, «Отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их». Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему, «Состарившийся в злых днях, ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суди неправедное, осуждая невинных и оправдывая виновных. Тогда, как Господь говорит, невинного и правого не умершляй». «Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом?» Он сказал, «Под мастиковым». Даниил сказал, «Точно, солгал ты на твою голову, ибо вот ангел Божий принял решение от Бога рассечет тебя пополам». Удалив, и он приказал привести другого и сказал ему, «Племя Ханаана, а не Иуды, красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочарями Израиля, и они из страха имели общение с вами, но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их разговаривающими между собою?» Он сказал, «Под зеленым дубом». Даниил сказал ему, «Точно, солгал ты на твою голову, ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас». Тогда все собрание закричало громким голосом, и благословили Бога, спасающего надеющихся на Него. И восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали, и поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего по закону Моисееву. И умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная. Хелкия же и жена его прославили Бога за дочь свою Сусанну, с Иакимом, мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела. И Даниил стал велик перед народом с того дня и потом. Даниил. 14 глава. Царь Астиак приложился к отцам своим, и Кир, персиянин, принял царство его. И Даниил жил вместе с царем и был славнее всех друзей его. Был у вавилонян идол по имени Вилл, и держали на него каждый день двадцать больших мер пшеничной муки, сорок овец и вина шесть мер. Царь чтил его и ходил каждый день поклоняться ему. Даниил же поклонялся Богу своему. И сказал ему царь, почему ты не поклоняешься Виллу? Он отвечал, потому что я не поклоняюсь идолам, сделанным руками, но поклоняюсь живому Богу, сотворившему небо и земли, и владычествующему над всякой плотью. Царь сказал, не думаешь ли ты, что Вилл не живой Бог? Не видишь ли, сколько он ест и пьет каждый день? Даниил, улыбнувшись, сказал, не обманывайся, царь, ибо он внутри глина, а снаружи медь, и никогда не ел и не пил. Тогда царь, разгневавшись, призвал жрецов своих и сказал им, если вы не скажете мне, кто съедает все это, то умрете. Если же вы докажете мне, что съедает это Вилл, то умрет Даниил, потому что произнес хулу на Вилла. И сказал Даниил царю, да будет, по слову твоему. Жрецов у Вилла было семьдесят, кроме жен и детей. И пришел царь с Даниилом в храм Вилла. И сказали жрецы Вилла, вот, мы выйдем вон, а ты, царь, поставь пищу и налив вина за преддверие и запечатай перстнем твоим. Если завтра ты придешь и не найдешь, что все седено Виллом, мы умрем. Или Даниил, который солгал на нас. Они не обращали на это внимания, потому что под столом сделали потаенный вход. И им всегда входили и съедали это. Когда они вышли, царь поставил пищу перед Виллом, а Даниил приказал слугам своим, и они принесли пепел. И посыпали весь храм в присутствии одного царя. И выйдя, заперли двери и запечатали царским перстнем. И отошли. Жрецы же по обычаю своему пришли ночью с женами и детьми своими, и все съели и выпили. На другой день царь встал рано, и Даниил с ним. И сказал, целы ли печати, Даниил? Он сказал, целы, царь. И как скоро отворены были двери, царь взглянул на стол, воскликнул громким голосом, велик ты, Вилл, и нет никакого обмана в тебе. И Даниил, улыбнувшись, выдержал царя, чтобы он не входил внутрь, и сказал, посмотри на пол и заметь, чьи это следы. Царь сказал, вижу следы мужчин, женщин и детей. И разгневавший царь приказал схватить жрецов, жен их и детей. И они показали потаенные двери, которыми они входили, и съедали, что было на столе. Тогда царь повелел умертвить их, и отдал Вилла Даниилу, и он разрушил его и храм его. Был на том месте большой дракон, и вавилоняне чтили его. И сказал царь Даниилу, не скажешь ли я об этом, что он медь? Вот он живой, и ест и пьет. Ты не можешь сказать, что этот бог не живой. Итак, поклонись ему. Даниил сказал, господу богу моему поклоняюсь, потому что он бог живой. Но ты, царь, дай мне позволение, и я умершлю дракона без меча и жезла. Царь сказал, даю тебе. Тогда Даниил взял смолы, жиры и волос, сварил это вместе, и, сделав из этого ком, бросил его в пасть к дракону. И дракон расселся. И сказал Даниил, вот ваши святыни. Когда же вавилоняне услышали о том, сильно вознегодовали и восстали против царя, и сказали, царь сделался иудеем, вилла разрушил и убил дракона, и предал смерти жрецов. И придя к царю, сказали, предай нам Даниила, иначе мы умертвим тебя и дом твой. И когда царь увидел, что они сильно настаивают, принужден был предать им Даниила. Они же бросили его в ров львиный, и он пробыл там шесть дней. В Орве было семь львов, и давалось им каждый день по два тела и по две овцы. В это время им не давали, чтобы они съели Даниила. Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жнецам. Но ангел Господень сказал Аввакуму, отнеси этот обед, который у тебя в Вавилон, к Даниилу в ров львиный. Аввакум сказал, господин, Вавилона я никогда не видал и рва не знаю. Тогда ангел Господень взял его за теме и, подняв его за волосы головы у него, поставил его в Вавилоне над рвом силой духа своего. И возвал Аввакум и сказал, Даниил, Даниил, возьми обед, который Бог послал тебе. Даниил сказал, вспомнил ты обо мне, Божий, и не оставил любящих тебя. И встал Даниил и ел. Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место. В седьмой день пришел царь, чтобы поскорбеть о Данииле. И, подойдя к корву, взглянул в него, и вот Даниил сидел. И воскликнул царь громким голосом и сказал, Велик ты, Господь, Бог Даниилов, и нет иного, кроме тебя. И приказал вынуть Даниила, а виновников его погубления бросить в ров. И они тотчас были съедены в присутствии его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok